Всем огромный привет! Вы на канале в гостях Уанушки. Сегодня у меня еще одно рыбное блюдо. Готовить буду вот такую вот красивую и очень вкусную закуску из скумбрии. В этой закуске скумбрию можно заменить на красную рыбу и будет еще вкуснее. Для приготовления этой закуски я беру 2 свежемороженых скумбрии. Скумбрию необходимо почистить и убрать все косточки. Также мне потребуется примерно пол баночки масли, 2 средних моркови, 1 луковица и столовая ложка быстрорастворимого желатина. Теперь морковь я нарезаю пластинками. Если нет такой овощечистки, можно морковь просто нарезать тоненькими колечками. Остатки моркови я натру на крупной терке. Закуску я буду запекать в духовке в прямоугольной форме. Форму необходимо застелить качественным пергаментом. Теперь в форму первым слоем я выкладываю половину моркови. Сверху солю, перчу по вкусу. Также можно добавить любимую приправу к рыбе. И вот таким вот образом сверху выкладываю скумбрию. Скумбрию сверху посыпаю половиной желатина. Сверху выкладываю лук, нарезанный полукольцами и маслины. Еще один слой моркови. Все хорошо прижимаю и выкладываю рыбу. Сверху рыбу солю, перчу по вкусу. Также можно добавить приправу. Посыпаю желатином. И последним слоем идет натертая морковь. Ложкой ее разравниваю и немного все прижимаю. Для заливки я беру 2 яйца. Добавляю пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сухого чеснока, черный перец по вкусу. Все хорошо взбиваю и добавляю 200 миллилитров молока. Заливка готова. Теперь аккуратно ее заливаю в форму. Заливку нужно залить так, чтобы при надавливании она выделялась. У меня осталось примерно 3-4 столовые ложки заливки. У вас может уйти вся заливка или наоборот не хватит. Все зависит от количества овощей, размера рыбы, поэтому при необходимости можно будет дополнительно сделать еще немного заливки. Теперь форму отправляю в хорошо разогретую духовку на 180 градусов буду выпекать 60-80 минут. Через 60 минут я начинаю проверять готовность. Если морковь мягкая, значит все готово. В моей духовке эта закуска выпекалась ровно 80 минут. После остывания формы я убираю в холодильник на несколько часов. Такую закуску можно приготовить днем ранее и достать из холодильника уже перед самой подачей. Нарезать такую закуску нужно обязательно острым ножом и вот такими вот движениями, как будто вы работаете пилой. Ни в коем случае давить сильно не нужно, просто вот так вот аккуратно нарезайте. Вот такая вот получается красивая и очень вкусная закуска. Если вы не любите маслин, их можно не добавлять. Вместо маслин можно сделать слой маринованных огурчиков. Также можно увеличить количество моркови, лука. В общем, пробуйте, друзья. Надеюсь, вы будете довольны результатом. Друзья, спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Пока-пока!